О, Александра, итак, кто первый будет задавать вопрос? Так, я думаю, первый будет задавать вопрос Александра Гозиас. Дима, скажи, пожалуйста, вот мы знаем со слов Ольги Рапунцци то, что ты всегда ныряешь. Я напомню, что Александра Гозиас назвала Диму сбитым пилоточником. И сейчас пилоточник должен либо реабилитироваться, либо подтвердить, что он сбитый. Это не так. Это не так. Ну, я говорю, нет ответа. Итак, у нас есть Ольга Рапунцци. Олечка, вопрос к тебе. Расскажи. Расскажи. Я услышала, ребят. Вас там так много, шумно так. Я вас услышала. Слушайте, врет вообще в конец. Как все было. Он наслаждался этим часами. Вы знаете, ребят, он до сих пор не научился правильно ласкать мою киску. И он до сих пор не нашел мою точку G. Да, ребят, вот такой секрет. А можно еще вам хочу сказать. Коле вопрос. У меня есть вопрос с Колей райской. Она здесь, Оленька. Оля, а тебе приятно, что Дима ходит в моей кофте, в моих подарках. И когда ты его обнимаешь, я нахожусь с вами рядом. Олечка, мне приятно, потому что ты его прошлая жизнь. Поэтому мне приятно все, что сейчас на нем. Спасибо, спасибо. Олечка, спасибо тебе огромное. Спасибо. Следующий вопрос. Следующий вопрос нас дает Оля Ветер. Как уже сказала Александра Гозя, все мы знаем, что ты ныряешь. Так вот, вопрос следующий. Сравни, пожалуйста, вкус Ольги Рапунцель с каким-нибудь из продуктов, фруктов, я не знаю. Да, в общем, на что она похожа? Только ты сразу не спеши, подумай хорошенько, ладно? Только не говори рыбы. Не-не-не, я тебе скажу, Ольга Рапунцель мне всегда говорила, что я пахну клубничкой. Я отвечу так. Клубничка? Да, клубничка. Оленька, твоя киска пахнет... И вот, как знаешь, что она делает! Нет-нет-нет, запах, она просто мазалась всегда какой-то там маслами какими-то. Он всегда говорил, что это божественно, это она очень сладкая, вкус ананаса, вкус ананаса. И он меня реально кормил ананасами. Мы покупали в банках ананасы, и он реально говорил, что я прям целую твою киску и прям как будто ем ананас. Оль, вопрос тебе как человеку-профессионалу, специалисту. Посоветуй, пожалуйста, Ольге Райской, как убрать этот привкус соленого моря и сделать его ананасовым вкусом. Что ты сделала? Только я знаю, как правильно вообще это делать, да, и ухаживать за собой, вообще там, придавать такой насыщенный вкус моей киске. Никто не сможет заменить меня. Я самая лучшая. Оля, спасибо. А теперь следующий вопрос хочется услышать от мужской половины сегодняшней нашей аудитории. И это будет Игорь. Ну, я один раз видел в эфире, как Оля засовывала свой палец Диме в рот и говорила, соси. Таким образом, Оля показывала, что она доминант в ваших отношениях и перемещалась ли это на что-то другое. Любит, в общем ли, Дима посасывать пальцы? Я отвечу тебе так, потому что, когда я был в отношениях, и любимую девушку, ты не только готов ее, не только там, пальчики целовать, и я скажу, и Оля так же целовала мои пальцы. И так же в рот засовывала их. Часто вы занимались тем, что засовывались в другую кисть и в рот и сосали? Нет, это было один раз всего лишь. Один раз это было всего лишь. А пальцы ног было такого дела? Нет, не было. Не было. Неправда, врет, врет. Ну ты же целовала мои пальцы, сосала. Он просто реально целовал и сосал это каждую часть моего тела. Он кайфовал. Почему не стоит? И так же он мне говорил, Оля, ты делаешь это божественно. Как у тебя это получается? Ты просто высасываешь мой мозг. У меня никогда такого в жизни не было. Это самое лучшее секс с тобой. И даже мне не приходилось ничего делать, не ходить голенько, не одевать нижнее белье. А за 30 секунд я его доводила до оргазма. Вот это да, да, Андрей Черкасов. Слушай, осталось все жарче и жарче у нас. Продолжение как раз вот этой темы насчет 30 секунд до оргазма. Вопрос к Дмитрию Дим. Вот сколько длился твой, к чему вот быть готовой райской, сколько длился твой самый долгий секс с Ольгой Рапунцель? А пусть Рапунцель ответит, наверное. Нет, нет, нет. А она скажет. Нет, ты же врун лжешь сидишь. В смысле, врун? Лжешь ты там и наговариваешься. А ты что, снимаешь гольпинг? 1, 2, 3. Сколько по времени самый долгий рекорд-то твой? Да я сейчас не скажу, но мы долго занимались. Ну минут 5-10. Да больше было. Больше, 20. Больше. У нас и час был с ней, понимаете, час. Было и 30 минут, и 40 минут, и 15. Час, час. Ольга Рапунцель, тебе вопрос. Был ли у тебя когда-то интим с Дмитрией Дмитриенко продолжительностью в 60 минут? Один час? Никогда не было. Я всегда почему говорила, да? Мне не хватает интимной жизни, да? Мне не хватает секса. Я хочу большего, да? Заниматься часами. Это было реально, ну, 2 минуты. Татьяна Владимировна, с высоты прожитых лет. Дима, скажи, пожалуйста, вот мы сейчас все это услышали. Какая тебя женщина больше привлекает? Опытная, раскрепощенная в постели? Или та женщина, которая скромно лежит, как солдатик под своим одеялом, и ждет, когда ты начнешь какие-то действия? Отличный вопрос. Отличный вопрос. Ту, которую я буду обучать. Обучается? Да. А, понятно, конечно, набрался опыта от меня. Сейчас будет там обучать. И ушел в взрослую жизнь. Тат, давай ты. Слушай, Олечка, вот мне просто очень интересно, как Дима называет Олю в постели? Как ты ее называешь? Вы кому вопрос? Говори, говори правду. Говори правду, Дима. Никак я ее не называл. Нет, называл, как самая любимая твое слово. Что ты играл сейчас? Рапа, отвечай. Рапа, отвечай. Рапа, отвечай. Дима, пусть отвечает. Да, что Дима отвечает? Рапа, отвечай ты. Рапа, говори правду. Дима, ты что? Рапа, сначала отвечай. Дима, ты сначала отвечаешь ты, потом Рапа подтверждает, так это не так. Я разные слова ей говорил, нежные на ухо шептал. Какие? Что ты самая лучшая, наверное, девушка. Он мне говорил, что действительно, что ты со мной делаешь, мне так с тобой хорошо, ты такая умничка. И еще он говорил такие слова. Ты моя, вот так за шеей у меня, сучка моя. Да, я это помню. Она выдумывает все, что хочет, понимаешь? В эфирах была ситуация. Я говорю правду, только правду. Что ты говоришь, Ольга? Какую правду? Дима, лицемер. Лицемер, вот толщина. Дима, я тебе говорю, говорят. Нельзя врать, нехорошо. Да? Дима, а что ты мне по жопе наддаешь после этого? Да? Ты меня отшлепать хочешь после этого всего? По-моему, ему нравится это, когда он ушлепает. А что ты глаза закрываешь-то? У тебя есть девушка твоя, пусть она с тобой справляется. Тебе в моей жизни нет. У нас год здесь меняет наброс. Хочу знать, Дим, ты фетишист, ты любишь нюхать лифчики, трусики? Да я ничего не люблю нюхать, что ты придумала? Да, Саша, Саша! Нюхает. Она все, что угодно, вы сейчас так говорите. Саша! Венцеслав Венгрижановский, который... Дима, а что делать с тем, что Райская ушла? Сейчас, тихо, тихо, тихо. Она не хочет обучаться? Тихо, тихо, тихо. Потому что это неинтересно, потому что здесь ложь. Тихо, тихо. Я тебе скажу так, Глеб, она от обиды говорит, потому что я ее бросил. Потому что изначально она мне рассказывала всегда, что ее бросали парни. А тут я ее бросил. Из-за этого сейчас она, конечно, палки в колеса оставляет. И пытается меня отпарафинить на всю страну, понимаешь? И сделать так вид... Не правда! Да подожди, я говорю сейчас! Не правда! Я не знаю, что она ушла сейчас, Дима, ты сидишь на этом стуле. Потому что ей неинтересна вот эта вся движуха. И ты сидишь на этом стуле. Мы же тебя не держим. Ты мог побежать за ней, Димочка. Я тебе говорю, убежать, это слабая позиция, убегать. Так, ну, если она молодая, она ушла. Давай, Дима, мы их продолжаем. А ты предпочитаешь, чтобы у девушки была натуральная или силиконовая грудь? Я вообще предпочитаю натуральных девушек. И Оля тоже это знает. Рапунцель прекрасно. Очень интересный вопрос. Давайте задаст нам вопрос Елена Босс. Дим, а сколько ты знаешь после скамасутри, какая твоя самая любимая? Вообще она у тебя есть? Ну, Оля мне книгу дарила. Дарила мне книгу. То есть тогда, когда мы были в отношениях с ней, и на тук-шоу Оля сказала, что мы знаем 20 поз. И при том, что психолог сказал, что есть еще 40 поз, которые можно действительно пробовать. Самые любимые, Викки. Мы их не пробовали. Самые любимые, Дмитрий. Да разные вообще. Ну что ж, я думаю, что сегодня мы достаточно узнали о Дмитрии, об Ольге. И, к сожалению, вышло так, что Ольга Райская, видимо, не окажется вашим раем. А ад тебя манит больше. Ну, я думаю, что девочки, которые хорошо общаются с Райской, могут ей передать. Я думаю, нужно делать все постепенно за мою Диму. Всем спасибо, вы молодцы. Браво. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.